На Чукотке завершился 16-й литературный конкурс имени Юрия Рыдхео. На протяжении недели жюри определяло лучших авторов в номинациях проза, поэзии и публицистика. В столице Чукотки объявили победителей открытого литературного конкурса имени знаменитого чукотского писателя Юрия Рыдхео. Эта премия была учреждена в 1998 году. Нынешний конкурс стал 16-м по счету. Творчество Юрия Рыдхео очень сильное, очень проникновенное, очень образное. И оно будет и дальше, я уверен, вдохновлять литераторов всего мира на создание произведений о севере. В этом году на соискание литературной премии поступило 66 работ от авторов из 16 регионов России, а также зарубежья. В основном это произведения жителей Дальнего Востока, но были и участники из Беларуси и даже Германии. Все конкурсные работы оценивала редколлегия и жюри, которые сначала определили длинный, а затем и короткий список номинантов. В итоге победителем в номинации проза был признан Олег Слободчиков, автор романа «Первопроходцы» об исследователях, покорявших север. На втором месте наш земляк Константин Уяганский с повестью «Мифические старики». На третьем автор из Санкт-Петербурга Михаил Фоминых с повестью «52 воскресенья на Чукотке». Каждый из них сильный, интересный и все они очень разные. Слободчиков пишет о первопроходцах 17 века, Уяганский пишет вроде бы о современной Чукотке, но с таким, в общем, это очень интересная жанровая литература, где и фантастические элементы есть. А Фоминых, который здесь в угольных копиях работал, служил военным врачом, это тоже такой современный реализм. В номинации «Поэзия» первое место присуждено Ирине Титаренко со сборником «Время-оборот». На втором месте Наталья Ганиева со сборником «Говори, Квыдгавыркин». Примечательно, что ее произведения были переведены на чукотский язык Татьяной Осадовой. Третье место у Валентины Напаюк и ее книги «Я люблю тебя, моя чукотка». Есть ряд авторов, которые пишут на национальных языках, и при этом произведение на двух языках – на национальном языке и перевод. И вот это бережное отношение и к тому, и к другому языку, и это сказывается на качестве литературного произведения. В номинации «Публицистика» наивысшую оценку жюри завоевала книга Натальи Поповой под названием «Москва, Амдерма, Тикси, Анадырь». Второе место присудили за байкальской писательницей Нине Беломестного и за произведение «Кальманик в хулюзе с сильным сердцем». Третье место заняла Татьяна Матвеева из Хабаровского края с книгой «Селение кольчом». Добавим, что на протяжении недели в столице Чукотки также проходили литературные семинары и лекции. В этом году впервые в них принял участие Александр Юрьевич Рыдхеу. Он рассказал о жизни и творчестве отца, основоположника чукотской литературы. Это просто беседа с людьми, которые заинтересованы узнать побольше о жизни и творчестве Юрия Рыдхеу. А поскольку я с ним прожил всю жизнь, то, наверное, мало можно найти человека, который бы более подробно мог рассказать о нем как о человеке. Добавим, что участниками семинаров также выступили российские историки, писатели, поэты, журналисты, которые вместе с коллегами обсудили историю и современность литературного дела. Кристина Мовчан, Арсений Гусев, Вести Чукотка.